Спасибо, Ефим Львович. Я хотел сказать, что если так ляжет карта, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы из тех трех стихотворений, которые будут читать, уважаемый автор, наши друзья-поэты, по возможности, одно бы оказалось из антологии. Но поскольку это малосуществимо, они прочитают о содержании и так далее, мы будем слушать стихи, которые вы решите читать сами, необязательно применимы к антологии, в честь Дня обоятеля, в честь этой книжки. Вы знаете, когда слово «регион» так все время у нас мерцало перед глазами, то, конечно, это такое пространство, которое то сужалось, то бесконечно расширялось. Там есть, например, регион Урал, а есть регион Комарова. Комарова. Поселок под Петербургом, да? Или там Репино, бывшие Келомяки. И вот удивительный был случай, я помню, когда мы увидели стихи про Переделкина, обменивались этими файлами с Андреем, и я ему говорю, а вот бы нам Малеевку бы. Прошло время, я стал вынимать стихи из нового мира, и пришлось стихотворение про Малеевку, и автора его, я хочу сюда позвать, замечательного поэта, нашего переводчика, Марину Бородинскую. А можно это? Ну и просто московские. Дюймовочка-снегурочка, изглаздано в снегу, Вахрушинская дурочка, в слезах домой бегут, А дома ноты стопкают, да книжные тома, А дома спросят, кто тебя, а я скажу, сама. Войно ж тебе с хулиганьем в сердцах воскрикнет мать, Но дед покажет мне прием, и я пойду опять. А у татарки дворничьи хитро это торчат, Они за трава к мне торчат и гадости кричат. А Санька, белокурый бог, Заедет мне под дых, А что прием, когда врасплох, И мне никак не сделать вдох, Не добежать до них. Но крыша возле чердака Звенит, как зыбкий наст, На чья-то грязная рука Скатиться мне не даст, И я вдохну, Все звуки дня, Весь двор со всех сторон, И никогда уж из меня Не вылетрится он. Стать пораньше, Счастье захотеть, Втушено рвануть на барахолку, Лифчик с кружевами повертеть И примерить прямо на футболку, Поглазеть на пестрые шатры, Заглянуть в кибитки грузовые, И себе по случаю жары Шляпу прикупить на трудовые, Чтобы красный цвет и желтый цвет В синеве печатались контрастно, Чтоб торговцы, окрикая вслед, Женщина выкрикивали страстно, Чтоб растаял тень на языке И закапал голые колени, Чтобы смять обертку в кулаке И в метро зайти без сожалений. Спасибо. Спасибо, Марина Яковлевна. Я хочу пригласить сюда поэта, благодаря которому Мне удалось побывать в его родовом регионе, так сказать. И я всегда помню эту поездку старинного нашего друга Олега Хлебникова. Есть ли в зале Олега Хлебникова? Придет? Ты его годом следствовал? Да, да, да. Олег Хлебников – это, в общем, некоторым образом город и жертв, друзья мои. Но это все, я сейчас не буду об этом говорить. Ничего не видел совершенно. Точно, да? Хорошо. Олег Хлебников. Да, значит, я буду читать стихи исключительно о городе Жжевский, где я родился, но уже давно не живу. Такой, непростой. Зону эту застал я, пахшей горячей сталью, Гремящей, но я не сталкер, Сам был ее гитарью. Туда и назад по будням, Сквозь желтый туман с дымом, Шел, притираясь к людям жилистым и нелюдимым, Но видел с ними контакт, Контакт искрил и колился, А было бы чуть иначе, Не с чайниками возился, Жил в городе злом, Рабочим, Орудующим Оружьем И не тужил бы, Впрочем, Стал бы и там Не нужен, Когда Из смерти устали Смысл добывать Для жизни Ни токари, Ни детали Не пригодились Отчизне. А это такое вот совсем почти креевическое, Но есть в этой антологии. Как, собственно, возник этот город-завод. Колья вбили, Запрудили, Пруд за косогором, Огороды насадили, Друг от друга оградили, Городили, Городили, Получился Город. А потом он сам разросся По своим законам, Растерял во время сноса Скарб, Телегу, Водовоза, Патефон, Глядящий, Косо И траву По склонам. До кирпичных, Крупноблочных Дотянулся зданий, Минул До мотканных Зодчих Их наличники В цветочках, Палисады В завиточках, На огне Иране, Что еще Оставим В прошлом? Что еще Оставим? Вот. Ну и Пелось в другом роде, Такая песенка Про Ижевска, Которую меня В свое время Практически попросили Написать, Я учился В Ижевском Механическом Институте, Там был Стэм, Ижмех, Смех, Такой довольно Даже известный В той стране, Статистический театр Статок меня идет, И вот они Наши попросили Написать песенку Про Ижевск, Ну вот я и написал Петь не буду, Не беспокойтесь В городе Ижевске Разные погоды, А вообще в Ижевске Тише До благодать, В городе Ижевске Разные заводы Выпускают Разное Страшно рассказать Прибег А точнее Ружья И автомобили Радиоприемники Мотоциклы Иш Но зато здесь Негров Никогда не били Галя Кулакова Ходит здесь без лучших Чемпионка В городе Ижевске Будни трудовые А по воскресеньям Смех и торжество Скверы Магазины Светлые Большие Только в магазинах Нету Кое-чего А точнее Ружей И автомобилей Радиоприемников Мотоциклов Иш Но зато в Ижевске Галя Голубые Галя Кулакова Ходит здесь без лучших В городе Ижевске Брыжет свой стулья Пьют его Под вечер Пьют и поутру В городе Ижевске В городе рабочих Тянутся к культуре Тянутся к добру А точнее К ружьям И автомобилям Радиоприемникам Мотоциклам Иш За этот город Чем-то наградили Галя Кулакова Ходит здесь без лучших В городе Устинове Пушкин Не родился Петр Ильич Иковский Только рядом жил Видно этот город Ничем не отличился Видно Бог на город Что-то положил А точнее Ружья И автомобили Радиоприемники Мотоцикл Иш За этот город Все мы полюбили Галя Кулакова Ходит здесь без лучших Значит Почему это называлось Городом Устинов Это было буквально В течение Несколько месяцев И потом Значит Патриотки Ижевска Именно женщины Вышли на площадь Демонстрация была Они Задрали юбки И показали Как они относят Название Устинов И городу Ижевску Вернули Прежнее исконное название Спасибо На самом деле Эту песню На эти стихи Поют По всей России Как народную Поэтому сегодня В общем Автор Редкий случай Когда сам автор Прочитал наконец Этот замечательный текст Спасибо Олег Я хочу пригласить Еще одного участника Нашей антологии Он сегодня Активно работал В нашем литературном трамвае Который ходил По улице Москвы В честь Дня поэзии И там поэты Читали стихи Простым жителям Москвы Которые может быть Стихов вообще Никогда в жизни Не слышали Вот И за это Отдельное спасибо Всем участникам Этого проекта Нашей Булгаковской Литературной трамвае Герман Власов Да Я сегодня читал стихи Траваи Которые автобусы Вот А я хочу Представить Два стихотворения Как все они Оба На тему Москвы Первое Жить Москвы Так на чистопрудном Ах Осины Кто вышел Из лифта уже Они бы не стали За них я в ответе На общем Галдеть Этаже Смотрели бы В темень Ночную Любовно К стеклу Прилепились Булгом Забывши Про телек И все Поголовно Читали стихи Перед сном Стал Твиттер Не сносен Альпода Не в теме Неделю Уже Без конца Порезия Осень Московское Время Гребящий Греет Церца Вот Девушка Книжку Подпольно От ксерев Легла Со стихами В постель Как с плюшевой Мишкой Как в СССР Где юность Прошла Как метель В осенне России Рышеют Осины Квадратные Мокнут Дома Но всякий Рассеянный Юмный Мужчина Кинжеева Прячет Тома Огонь Листопада Раздвинет Границы Нешкольный Посыпется Мед А что еще Надо Немного Напиться И Видеть Как мир Подобрел Спасибо Сейчас Хочу Пригласить Еще одного Не только Участника Но и организатора Собственно Нашего Трамвайно-булгаковского Маршрута Который Уже Несколько лет Занимается Собственно Говоря Подвижением Поэзии В общественном Транспорте Известный Журналист Поэт Максим Гликин АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хотел Найти Ну единственное Что вошло Вот А А А Маск А А Слава А Собственно Я сделал Такой Как-то Цикл Стихи О Москве В связи с Тантологией Мне даже Понравилось Преатив Что Оказывается У меня есть Финекс И вот Один пошел Надо Где-нибудь Стихи Вот А Пошел Такой Видимо Самая Московская Этого Цикла Называется Застройка А Ближе К утру Началась Точечная Застройка Моей головы Всего Моего Тела Без Всяких Генпланов Безудержные Настолько Что краны Подъемных Падали То и дело Во глаза Всадили Два Офисных Небоскреба Прозрачных Приталенных Как песочное Время Приткнули Ужасной Спешкой Что за Хвороба Бочонок Банка Налов Точнее На теме С клетками Матоматами В плитку В коды Пальцами Пальмами В кадрах Ничто От бакенбардов Чужими В презревшем Органику Стоя Ход на пространстве Пластики Килогерц Килобайтов Грудь Придавили Элитно Жилым Кварталом Поручит Диафрагме Многоэтажный Паркинг Оттуда Гудят Выкатывают Встало Под сходы Ключиц Выезжают Мозди Как варки Влетают На лифтах Бровян И меняют Деньги Галдят И где-то По вышке Ходят Солярий Город Не сбросить Не отвернуться К стенке Меня заселяют Затапливают Засоряют Город Бетонными Кольцами Как змея Душит Выдавливает Отменяет Меня Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так А надеюсь Она меня слышит Я очень надеюсь Микрофон Вот так Сейчас Анна Гедемин Ну пожалуйста Я не знаю, какие стихи вошли в эту антологию, но, видимо, вошли, поэтому я прочитаю одно стихотворение. Я думаю, что про Трубниковский переулок ни у кого другого нет стихов. Трубниковский переулок. Дом, где я родилась, потерпел поражение в битве с новыми зданиями выше зари. Даже память моя, только воображение. Я не помню, как выглядело изнутри. Только помню, в нем жили четыре мелодии. Песня старых дверей, песня старых полов, песня старого дворника дяди Володи и песня ветра в трубе, песня ветра без слов. Остальное нечетко, за стенкой старинную, рыжий кот, надо всеми имеющий власть. Звали старшую бабушку Макатерину, а вторая любимая Лидой звалась. Та шутила, кляла свои кудри коварные, тоже рыжие, все их собрать не могла. Хоть носила целебные бусы янтарные, раньше старого дома еще умерла. И теперь переулок лужайка кончается, там, где жили мы в доме, под номером три. И торжественный тополь, как пламя, качается в рыжих оцветах сильной московской зари. Я засыпаю, когда цветают звезды, светлеет небо, а в доме еще темно, и окна ближние поутреннему серьезно смотрят прямо в мое легкомысленное окно. Проснешься за полдень, вся жизнь никуда не годится, но в пыльной Москва реки купола мерцают вверх дом, и думаешь, Господи, спасибо, что надоумил родиться в городе, где такой пейзаж за окном, такой синий, такой золотой и белый. Теперь судьба моя, ты без промаха и стыда карай, обманывай, что хочешь со мною делай. Душе залатывай, это музыка навсегда. И даже если смерть все-таки существует, все относительно, она щемя-щемала, как памятник временный, пристроченный к Москве на живую, как зык на воде отражающий. Вот, и одно стихотворение у меня про Курильские острова я не делала. Не знаю, ваше слово или нет, но если не ваше слово, так вот по делу уже вам. Называется «Курильские острова». Дай Бог еще раз, без обмана, спастись от любви, от тоски, где впалые щеки вулканов и сопок седые виски. Щедра океанская милость, что держит корабль на лесу. Нет, сколько бы ни приходилось блуждать по полям и в лесу, Тонуть в затухающем небе и облако брать на таран. А все ж в океане виднее, который из нас, океан. Спасибо с праздником. Среди участников антологии оказались поэты. Ну, так уж вышло, вот как сказала замечательно и нежно, та, которая сейчас сюда выйдет, наездила. Написали стихи и оказались со своими стихами в самых разных регионах. Она прямо по этой книжке так, то тут, то здесь, то тут. И стихи все совершенно с разным лирическим веществом. Ну, одним словом, Мария Латутина. Я сейчас, знаете, что вспомнила, когда Паша Крючков объявлял Аню и Гадемин. Она там стояла, незаметная. Я вспомнила бабушкин рассказ, когда они прошли от Москвы, 41-м, колоннами огромными на путь сбора в Нижний Новгород. Какое там есть село Кулебаки. Там собирались все народные полченицы. И вот старший майор, он стоял и выкрикивал, перекличку делал. «Блалыкина! Блалыкина! 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 Блалыкина!» Она вот тут стоит маленькая. «Да ты ее!» «Что ж мне с тобой делать-то?» Я поздравляю всех с праздником. Я поздравляю всех с замечательной антологией. Переславль Залесский. Переславль чиненные дома, грязные здания. Переславль, бросишь яблоко, попадешь в монастырь. Переславль, город, озеро, наше шире, наше отырь. Не рассказывай о загаданном на синем камне. Синий камень тонет, в нем у них всплывает в крови. Даже если просишь свободы и смерти себе ты, Даже если просишь славы себе сверхсметы, Синий камень знает, ты просишь любви, любви. Синий камень, страшный камень, на него только встань, А загаданная уже бегает по осоке в красной футболке. Большеротая, добрая, восьмилетняя, И тебе, богомолки, и тебе, язычница, Александрова горка, Елили на лихомань. Синий камень с густых историй, Преклоняясь ему лихоинцы, спускали его с горы овцы христовы, Катили по льду, бросали в прорубь, сходил на бреги снова, Отвозили на лодке в середину озера, переваривались за корму. Синий камень всегда приходил на землю, цел, невредим. Синий камень говорил земле, не бойся, родим, Мы еще родим с тобою земля живучих детей. Синий камень пел, свистел тетей по тетей. Видел я в середине озера прозрачный посад, Да не знала, где дно, а где поверхность времени в синем море. Восходила рыба, серебряная чешуей в световом фаворе, Возрождала меня назад, выбрасывала меня синее море, Плещева чаша, обнимала меня земля, Окаймляла осока, ожемляла душица. Приходили поплыть, смотрели, приходил народ побожиться. Так же выживет и семянцы наши. Да ужаль мое, бескрайняя, бестолковая благодать, То ли стынь поросших зеленой траве, так и под небесье, То ли синий камень перекати по лесье. Разве не знаешь, что тебе от меня загадать? Странный век, эта сеть людская душу ее язви, Приплывает к синему камню с альпет под мышкой, Снимает шлепки, встает на горячее, Просит себе ноутбога с мышкой. Это тоже значит любви, любви. Нет, все же хорошо перенестись. Уездный город, отстающий в ходе истории, Сумевший обойтись без города уездного И вроде осиливший потери. Там дома из прошлого, соцстрои, панорама. А чтоб приезжий не сошел с ума, Торговый центр построили у храма. Он без покупок, ломкой обуян, На узенькой гостиничной постели там умер бы, Но город строит план его спасения. Сумерки поспели, вот едет он в троллейбусе чудном, Где тусклый свет и скрип дверей артрозный. Так было в детстве, сдрагивает он, Пивая за взглядом в град метаморфозный, В неспешный гул имперских площадей, С презренными в соседних измерениях, Приземистыми клонами вождей, С интригой в приглушенных говорениях, С фасадами в классических панно. Он вспоминает, жизнь была когда-то такой вот, Он знал ее давно, любил ее, Она его утрата, она его извечная вина, Как женщина, что вычеркнута напрочь. Она же, черт, была ему верна, Наверх тянула, оставляла на ночь, Та жизнь, она была ему сладка, Поскольку воздух не горчил базаром, Она не торговала им сладка, Она сама его любила, даром. Он вспомнил боль, в ней были рай и ад, Больной очнулся, крикнул медицинский хор ангелов, В окно вплывал плакат, В ДК поет Валерий Абадзинский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какое огромное солнце! Такого не будет уже! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ